всем добрый день с вами неля мурашкина пишите мне что не видите меня скучаете хотите видеть слышать исправляюсь и пока сегодня я дома то есть вот так выпало что днем именно пока светло я дома потому что дни короткие темно бываю вечером утром дома когда темно и съемки проводить просто невозможно ну а сегодня облачный день но все-таки кое-что можем увидеть и теперь мои фавориты это бугенвили и именно их хочу вам показать вот конец октября они цветут многие бутонятся и собираются еще цвести многие вот только отсвели там осыпались цветочки вот и ну вот значит смотрите сорт баудерос выглядит оранжевым ярким как апельсинчик со временем он становится нежного такого лососевого цвета вот вот этот прицветник уже начинает изменять свой тон и со временем он станет нежно лососевым очень красиво сорт рекомендую очень щедрое на цветение в плане того что легко зацветает быстро долго цветет и яркие и меняется то что хамелеончик тоже хорошо так посмотрите это у меня опять собирается зацвести той gold ну еще ему надо расстараться для этого так вот это очень интересно это в августе я получила покупочка у меня была через интернет купила сидит он в пол вот этот 300 граммовый стаканчик так он и сидит в этом приезжал горшок был широкий грунт очень неудачный в плане того что неудачный потому что там глинистый такой грунт был и я его перевалила в свой торф плюс перлит ну и вот так вот он выглядит вот это его первое цветение естественно тут огромные прицветники вот мерила по 6 сантиметров вот эти вот которые крупные в начале цветения выглядит более таким ярким желтеньким ну а со временем становится ближе что-то к бежевому но очень и очень все равно привлекательное но это что он цветет тут уже несколько цветочков опала то ну в общем ну радует хозяйку прямо скажем буенвили у меня теперь в партере все на переднем плане у окна потому что что им нужно это солнце умеренный полив ну удобрения я подрываю туда долго играющие удобрения ну и короче чтобы было проще так что еще по буенвили им хотела вам показать очень интересный сорт очень я его люблю томата red ко мне попал он в ноябре прошлом покупала череночком но к сожалению череночек при перевозке подорвал свои корни и завял я его переукоренила в течение лета он свел ну так видите остатком соцветий можно увидеть что это было там 5-6 цветочков а это будет такое более пышное соцветия и тоже в начале смотрите он зацветает вот таким как бы пурпурным цветом потом меняется оранжевый и потом становится таким алым красным ярким ну вот точно как томатик вот ну и вот у него развивается несколько побегов и вот это тоже еще собирается цвести все сажу в узкие горшки потому что так лучше корни стремятся все время вглубь и им так комфортней еще у меня есть тоже покупала в августе череночки небольшие вот они и сейчас небольшие в принципе хотя уже прошло время сентябрь октябрь кончается но они развиваются и вот один из них тоже собирается зацвести при этом объем вот совершенно не важно чтобы был большой набор вот в большую наоборот в большом объеме они сначала корни наращивают а уж затем начинают пытаться зацвести это я решила купить несколько махровых сортов ну и желтенького у меня не было вот поэтому купила можете видеть они тоже хорошо развиваются и ну есть и же видите желте от листочки но не опадать значит еще пусть пока способны как бы подпитывать растения то пусть будут тоже все сидят в стаканах вот таких вот корней тут полно ну и возможно весной пересажу на осень не буду уже дергать а вот это тоже сидел в глинистом субстрате и я его пересадила вообще маленький стаканчик 200 граммовый потому что корней осталось мало они там загнели в глине ну и получается что он по-новому как бы начал наращивать корневую систему но вполне успешно так ну вот это по буген велием так спрашиваете почему редко бываю почему редко показываюсь не снимаю если у меня комнатное растение до комнатное растение есть я люблю их потом одна из работ у меня связано с комнатными растениями поэтому естественно все есть часть растения пропала пока меня не было три месяца ну и а сейчас в принципе что-то подкупаю до чем-то новеньким интересуешься и жизнь идет своим чередом должны понимать что у нас страна в стране идет война зацепилась они с колючками и цепляются значит в стране идет война воздушные тревоги настроение сами понимаете ну так скажем не упадочная конечно но все время ты в напряжение до любой налет неизвестно чем кончится поэтому как бы хочется снимать и делиться тем настроением до каким-то хорошим таким чтобы зарядить человека позитивным чем-то а так вот получается ты возишься но не до того чтобы съемка была чтобы знаете там чем-то красочным таким настроением поделиться его вот сейчас нет да мы радуемся каждому дню проснулись слава богу спасибо что мы живы ну вот так так что и кроме того короткий световой день утром ты ушел на работу вечером ты пришел с работы и уже темно если нет возможности включить свет а бывает и так то съемка совершенно отменяться потом мы все люди до кто-то болеют какие-то проблемы когда-то ты просто не в голосе потому что хрип да когда ты так плохо выглядишь и некоторые мне еще пишут а что это у вас за полосочки темные под ногтями ну слушайте у садовника под ногтями земля хопович на не всегда ты вычищаешь вот вроде бы были чистые ногти я пока полазила по горшкам очень может быть что опять что-то грязное под ногтями если ты ногти не накрасил то есть они обычные без лака и шелака то все что под ногтями это видно так ну что буду стараться выставлять видео потому что мне самой интересны новые видео у кого-то знаете с кем я как был кем я интересуюсь поэтому буду до выставлять и показывать вот и все друзья мои до скорых встреч